МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире главное время местное. Стихи московского поэта о Доне прозвучали в Миллерова. В знаниях о дорожном движении соревновались юные инспекторы Каменска, а девушки Белой Калитвы за звание красы города. Подробности у наших коллег из городов и районов. Гость из Московской области, но родом с Дона, побывал в сентябре в Миллерова. Ким Ярушко известен как поэт, писатель и казак. На встречу с интересным человеком вместе с молодежью района и казачеством побывала и миллеровская телекомпания, где познакомилась со сборником его стихов о малой родине. «Жив казак, и Россия жива» – это название одного из стихотворных сборников поэта, нашего земляка Кима Ярушко – не просто красивая фраза, а девиз по жизни для тех, кто преданно любит свой родной край. К ним неизменно относятся и герои нашего сюжета, побывавшие в Миллерова в эти сентябрьские дни. Во время встречи в гимназии номер один гостя из города Мытища Московской области тепло приветствовала молодежь, педагоги, работники школьных библиотек, казаки Миллеровского юрта и представители общественности. «Не теряет традиции и связи с нашей родной землей, хотя живет в Московской области, город Мытища. Атаман заведует культурой Московской области, хор у него свой. Казачье движение донских казаков он поддерживает и возражает там». На свою малую родину Ким Антипович всегда приезжает с особым трепетным чувством ностальгии, радости от встречи с родными, друзьями, да и просто земляками. По его мнению, жители глубинки, таких небольших провинциальных городов, как Миллерова, отличаются гостеприимством, искренностью и простотой. И не случайно многие стихи Ярушко посвящены родным местам. «От меня вам поклон, земляки, городку нашей школе особый поклон. Позабыть вас нельзя, пацаны, старики, взяли вы мое сердце в полон». В ходе встречи Ким Ярушко поделился воспоминаниями о тяжелых годах детства. Появившись на свет в первый день Великой Отечественной войны, ему, как и всем людям того времени, пришлось испытать немало лишений. Война забирала близких, оставляя боль и горе. И забывать об этом нельзя. «Мы в долгу перед памятью предков, перед павшим и в смертном бою, перед жизнью самой, нас отметившей меткой, я терзаю себя, да и душу свою». Никого не оставила равнодушным в зале и баллада о хлебе, написанная автором на основе своих детских эмоций и впечатлений. Ким Антипович является основателем мытищинского казачьего общества, входит в состав казаков Миллеровского верта. Ведь тема казачества неразрывно связана с жизнью его предков, а сейчас и с его творчеством. Книги с автографом автора пополнили фонд школьных библиотек. Из рук Кима Ярушко десятки экземпляров четырех сборников получили библиотекари сельских и городских школ. Они станут ярким дополнением тематических уголков истории донского казачества. Начался новый учебный год, а вместе с ним и школьные конкурсы юных инспекторов движения. На одном из них, самом первом в Каменском районе в этом году, побывала телекомпания города. Уже ставший традиционным, смотр готовности отрядов ЮИД собрал всех участников в одном зале. Хотя для большинства ребят такие соревнования были не в новинку, волнение не покидало конкурсантов ни на минуту. Начала заниматься ЮИДом еще с первого класса, и сейчас я являюсь командиром школьной команды. Мне хочется донести до всех людей, что надо соблюдать правила, не нужно их нарушать, и чтобы стало меньше, наверное, жертв. Мы доносим до людей пропаганду дорожного движения, то есть как надо переходить дорогу, как вести себя в экстренной ситуации на дороге. Для себя я узнала очень много нового, узнала много интересных правил, которые мне в жизни пригодятся, так как я собираюсь сдавать на права. Песни, пляски, стихи и сценки – все было посвящено правилам дорожного движения. Участники представили презентацию о работе, которая проводится в школе по пропаганде безопасного дорожного движения. Также жюри были предоставлены планы безопасного маршрута для первоклассников в школу. Целями и задачами конкурса являются привлечение школьников к участию в пропаганде безопасного поведения на улицах и дорогах города, а также активизация работы отрядов ЮИД по проблеме безопасности дорожного движения. По окончании выступлений команд члены жюри подвели итоги. Первого призового места удостоили сразу две команды из школ номер 2 и 9, что дает им право отстаивать честь нашего города на зональном этапе областного конкурса отрядов ЮИД. Второе почетное место досталось школе номер 8, а третье место завоевали ЮИДовцы из 11-й школы. Теперь коротко о других новостях. Этой осенью в армию пойдут более 4 тысяч жителей Ростовской области. Из них 20 отправятся в президентский полк и 18 пройдут альтернативную службу. А вот те, кто незаконно уклонился от службы родине, получат лишь справку вместо военного билета. В дальнейшем при приеме на работу каждому руководителю будет ясно, что из себя представляет гражданин, не выполнивший воинскую обязанность. Еще одно новшество этого осеннего призыва – персональные электронные карты. Они придут на смену личным делам. С 1 октября водоканал изменил порядок приема оплаты услуги за водоснабжение. Теперь в соответствии с постановлением правительства абоненты будут оплачивать полученную холодную воду до 10 числа следующего за расчетный месяц на основании счетов, выставляемых к оплате. Реализация данного мероприятия позволит сократить дебиторскую задолженность. Также введена новая система заполнения квитанций, по которой каждый абонент самостоятельно определяет объем потребленной воды и рассчитывает ее стоимость. Как это сделать, указано в самой квитанции. На Дону открыта осенняя охота на водоплавающую дичь. С 20 сентября по 31 декабря охотиться можно на всей территории Ростовской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. На территории охотничьих угодий сезонная норма допустимой добычи уток и лысухи составляет 100 особей, гусей и казарок – 20 особей. Дневная норма допустимой добычи уток и лысухи составляет 10 особей, в гусей и казарок – 2 особи. С 1 ноября 2014 года дневная норма допустимой добычи уток, гусей и казарок не ограничивается. «Краса Белой Калитвы» – любимый конкурс горожан. В этом году в нем приняло участие шесть девушек, которые прошли отборочный тур. В течение всего лета они готовились к выступлению, занимались хореографией, историей своего края, а также вокалом и сценической речью. Кто же победил, расскажет «Белокалитвинская панорама». После того, как ведущие представили жюри, председателем которого был заместитель главы администрации района, атаман усть Белокалитвинского казачьего юрта Владимир Самоли, участницы конкурса представили свою визитную карточку. Родилась я в казачьей семье, училась в казачьей школе номер 4, пела в казачьем хоре «Станичники». Я с гордостью могу сказать, что я самая настоящая казачка. А какая она казачка? Если соединить вместе красоту и обаяние русской женщины с красотой черкешинки, турчанки и датарки, да прибавить бесстрашие и храбрость амазонок, перед вами казачка. Следующим этапом конкурса «Краса Белой Калитвы-2014» стало народное дефиле, в котором приняли участие все конкурсантки. «Краса Белой Калитвы-2014» Следующий этап конкурса «Танцевальный поединок» включал в себя три этапа с выступлением двух участниц сразу. Девушки вышли на сцену, чтобы получать многочисленные подарки и сертификаты от спонсоров. Кто-то дарил сразу всем участницам, а кто-то выбирал понравившуюся ту или иную конкурсантку. Я хотел бы отдельное спасибо сказать всем, тем, кто готовил этот конкурс, потому что это огромный труд. Подарок от мэра нашего города Олега Каюдина получила Кристина Плешакова, участница под номером пять. «Удачи вам, успехов, всего самого наилучшего. Правильно сказал Михаил Леонидович, конечно же, будут суды, пересуды, почему так, а не иначе, но тем не менее, будет так, как будет. И я свой подарочный сертификат хочу подарить участнице под номером один». Анастасия Фатеева получила приз от юртового атамана Владимира Самулика. Ангелина Дорохина от председателя собрания депутатов белокалитвинского городского поселения Михаила Блатмана. И вот настала пора, когда жюри огласила итоги конкурса «Краса белой калитвы-2014». В номинации «Мисс Креативность» победила Самохина Карина. Мисс «Вдохновением» стала Фатеева Анастасия. Мисс «Очарование» – Плешакова Кристина. Мисс «Гармоний» признана Иванова Яна. И мисс «Совершенством» – Гнетнева Юлия. А теперь объявляет «Краса белой калитвы» Ангелина Дорохина! Корону нынешней победительницы конкурса Ангелине Дорохиной вручила Аверченко София, которая одержала победу в конкурсе «Краса белой калитвы-2013». Это все на сегодня. Вы смотрели «Главное время местное» вела программу Таисия Киргеева. Следующий выпуск смотрите на нашем канале в понедельник. А пока спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова